Десятки писем и обращений от анапчан есть в папке у каждого депутата. Сегодня они потребовали объяснить схему образования таких тарифов и почему приходится платить за непотребленный ресурс. Строчка ОДН в платежке – это счет за общедомовое пользование водой и электроэнергией. Этот вид платежа взымается со всех без исключения анапчан. Но у многих этих расходов просто нет и быть не может. И этому есть живые подтверждения. Уходит горячая вода в подъезде на уборку подъезда. Я живу в доме в 175-м. Моя жена по графику убирает, выносит воду из своей квартиры, идет, убирает подъезд, лестничную площадку. Почему там горячая вода уходит, не знаю. У нас нет ни одного разборного крана, чтобы холодный отобрал. Нет, горячую тем более. За что я плачу? За горячую воду 70 рублей мне начислили. Директор управляющей компании ОАО «Коммунальщик» Валерий Колнаузов пояснил, что рост сумм в квитанциях связан с оплатой так называемых «общедомовых нужд». И это требование не местных предприятий, оказывающих услуги, а региональной энергетической комиссии. Цель оплаты за ОДН – стимулирование населения к установке общедомовых и поквартирных счетчиков, дабы пресечь случаи хищения. Сегодня то, что собирается в ОДН, собирается за места общего пользования, за лечные клетки, лифты и мусорокамеры, которые есть. Раньше еще предусматривалось на сбор за подвалы и чердаки. На сегодняшний день эти помещения убраны. И если бы эти помещения даже стояли, еще больше было. Даже на сегодняшний день жильцы на домах не хотят ставить водомеры, а общие водомеры, не только что в квартирах. Мы сегодня в тупую берем и ставим эти водомеры на дома. Невзирая, хотят они и не хотят. Мы сегодня выполняем постановление, как управляющая компания. Необходимость установки общего водомера прокомментировал Алексей Харитонов, ссылаясь на банальное воровство. В каждый почтовый ящик побросали специальные такие рекламные брошюрки, где четко нарисован магнит, тепло, электро, вода, газа. Все это вешается на прибор, остановка прекращается. Запросы мы сделали в правоохранительную структуру ФСБ, СУВД. На сегодняшний день продолжается все равно распространение этих данных счетчиков. А это же вы сами понимаете, что это связано с экономической нашей безопасностью. Вот оно, объявление с громким слоганом. Останавливают все. Судя по оторванным корешкам, эти приборы пользуются спросом. Особой установки не требуют, просто прикладываются к прибору и все. И получается, что добросовестные собственники платят за тех, у кого совести нет совсем. По итогам заседания депутат Константин Апостолиди выступил с предложением обязать управляющей компании оборудовать до 1 апреля 2013 года в обслуживаемых домах в доступном для каждого жителя месте стенды с информацией о применяемых тарифах с их обоснованием, ежемесячно отражать на них показатели общедомовых счетчиков. Контрольно-счетному управлению Совета поручено провести проверку заявлений граждан об обоснованности платежей и проверить применяемые управляющими компаниями тарифы. На следующем заседании Президиума Совета эта информация будет заслушана и доведена до напчан. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапрегион.